Ты что вообще творишь? Это вообще молоток. Глеб, а ничего так? Что мы будем делать на обратном пути? Ворать. Экспроприировать кукурузу. Капиталисты. Ничего с капиталистами не случится. Да, всем привет. Отлично, поздоровался. Сейчас пакетика два кукуруза. Ночью здесь бы страшновато, наверное. Вспоминаются кинговские дети кукурузы. Которых я не читал, да? Да. И ты не знаешь, кто такой тот, кто обходит ряды. Ох, красота-то какая! Лепота! Вот, Руслан уже тут ждет на своем чудо-средстве с очочком. Привет! Слушай, Лев сейчас задал такую интересную фразу. Он говорит, у меня вот Руслан, друг, он барабанщик. Я говорю, ты не хочешь побарабанить? Он такой, а зачем? Я не знаю, что ему ответить. Вот зачем? Зачем барабанит Руслан? Не, ну ко мне часто приходят люди в возрасте, которые... Это профилактика Альцгеймера, например. Серьезно? Ну, конечно, координация все четыре конечности. Прямо это какие-то нейрохирурги, которые говорят, о, блин, сейчас задействована, там правая половина, там полушария. Ты понял теперь? Это если чисто такой вариант здоровья. Не, а еще можно поиграть в музыку. А я вообще ему говорю, как это, ну вообще, это же чисто прикольно. Вообще, ну побить барабанами. Нет? Я, я, я не, я не бил, я не знаю. Ну вот как-нибудь мы к Руслану в гости сходим, да? Не только можно барабанить. Гитара там. Гитара, да? Бокал, портетяна, секс-сампом, все что хочешь. Класс, вообще супер. Ну ладно, а сегодня мы займемся тем, что мы умеем лучше всего. По крайней мере, я. Да? Ну вот, вот. В одной празднице заключено больше троллинга, чем... Ладно, ладно. Мы сегодня ловим щуку. Почему я так сказал? Потому что у Глеба, ну, со щукой не получается. Я ему уже говорю, Глеб, вот кидаешь туда, делаешь там так, 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 у него ничего не получается. И сегодня вот он очередная попытка будет что-то пробовать. Я ему даже вертушку уже положил в коробку. Ну, чтоб уж ратлины, там, воблеры, все это, вертушка. Ну, ты должен толкнуться и залезть. Хватит, не надо вестить мне механику. Сильный, но легкий, да? С больными коленами. Давай, давай. Ну, нормально. Акробатика на 4 с плюсом. Я думаю, зрители должны тебе оценку выставить. Да, да. Помню раньше, как ты уваливался туда. Иногда не молотки. Я знаю, что некоторые из вас посмеиваются надо мной. И дам очередной повод посмеяться. А, посмеиваются на тему насчет того, что Константин забыл на этот раз. Да, да. Да уже прям в комментах пишут. Вы же никогда на рыбалку не ездите, чтобы ничего не забыть. Ну, вот, я не знаю, я рассеянный, с этим ничего не поделать. И сегодня я забыл то, что самое важное, наверное, в рыбалке. Но некоторые будут этому рады. Я забыл еду. Всю еду, которую я приготовил дома, я забыл. В контейнере, все как полагается, сало там, ну, все, что нужно. Вот я теперь буду проверять по списку, что ты взял, что не взял. Ну, вот такие мы. Мы же не идеальные. Ну, что. Какой я сегодня буду орудовать? Важно, какой я буду орудовать. Нет, мульты я тебе не дам. У меня сегодня новая удочка, которую я приехал тестировать. Ну, я про нее расскажу так, вкратце потом. А у меня вообще обзор будет ее полноценный на втором канале. Это Magnific Fines в кастинге. Вы спрашивали, будет она у меня на тесте или нет. Да, будет. 9 в 28. Необычная улочка на первый взгляд. Не знаю, чего ждать. Посмотрим. Это Глебушкина счастливая улочка. Он на нее вытянул в том году, по-моему, трешку и до 2,5 килограмма. Оранжевая плетня. Ну, да, да. Это басиста. Как раз-таки немножко универсальный поджигават. Чего по твич тоже от Спартеx. 9.22 тест. Как раз тебе и рад ли мы потягать. Да вообще, держи. Так, Глеб, вот твоя воблерная коробка. Руки прочь от советской власти. Вот она. У меня есть два видео, как мы ее собирали. С одной стороны, у Глеба бюджетные воблеры. Ну, качественные, но бюджетные, скажем так. С другой стороны, породистые. Народные, да. Чистокровные, породистые японцы прям. Хотя, Глеб, я их уже посмешал. Ну, понятное дело. Ну, ты уже Пантун 21 засунул к породистым японцам. А это все ты. Ему там тяжело, понимаешь? Он там страдает, может быть. Ну, ладно. Давай, какой план действий? Мне тебя опять учить, рассказывать, нудеть. Глеб, вот делай требования. Или ты сегодня все сам. Давай так вот. По совету спрашиваешь, 50 рублей отцу платишь. Когда-то я тебе платил за окуней. Не знаю, помнят зрители или нет, как я тебе платил за каждого окуня. Нет, давай так. В начале рыбалки ты просто на каждое место приклываем. Ты говоришь по рельефу. А что по рельефу? А, ну ладно, это я, понятное дело, скажу тебе, да. Ну, а так ты будешь сам выбирать, кидать, ратлины, воблеры. Или тебе подсказывать проводки там, нет? Ну, по проводкам можешь чуть-чуть, я тебе буду спрашивать. А так все сам. Ну, давай, ладно, пробуй. Так, я, наверное, буду ставить, беру, ну, ЛВ-100. Ну, пожалуйста. Сам решай, уже видишь, уже знаешь. Правда сейчас перепутают, наверное, возьмут какую-нибудь грандигацию и скажут, ЛВ-100 положи, а то ему тяжело здесь. Да он лучше быть худшим среди лучших, чем лучшим среди худших. Ты эту философию брось, батя, у тебя человек простой. Так, где он? Да уж. С чего начнем? Вообще, у меня план сегодня больше времени уделить воблером. Там есть целую коробку синовинок собрал. Но изначально начну сейчас с ратлинов. Просто, ну, чтобы не отличаться от Глеба. Посмотреть, активность есть, нет. Я, честно говоря, даже эхолот еще не поставил, поэтому потом поставлю. А, то есть ты, если я Лавнина-Ратлина, не доверяешь, да? Нет, совершенно. В общем, да. А потом поставлю эхолот и, соответственно, уже посмотрим по глубинам, где воблерами, где джигом и так далее. Оп, есть. Есть, 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 есть. Ну что, атака. Щука. Да, щука. Ну что, уже не с первого заброса. Дай мне, по-моему, маленький шнурочек. Ну, бойкая. Ну, в принципе, что еще почти. Так лето закончилось, конечно, она еще бойкая. А, грамм 700, наверное. Да не, это 500 грамм еще. Оба, что скачила сама. Уже, вообще, здорово. Ратлин, да? А у тебя такого нету. Это Рейд Левил Буст. Опа, у Глеба. О-о-о-о. Хорошая. Офигеть. Так, сейчас, дай-ка я свою. Оно самое главное, оно же пролежало минуту 3. Она лежала, да? Да. А, ну, это не шла, смотри. Ты начал, вот, видишь, кстати. Ой, ну это килограмма полтора, да? Или сколько? Ну, судя по всему. Ну, какая-то она слабенькая. Я думал, как у тебя шнурок-то принял. Ну, класс. Я хотя бы рад. Ты, конечно, рад. Так, ну что, давай ее сюда. Что? Такой стоит прям. Я просто на тебя посмотреть, какой ты прям. Ой, она сейчас. Ну, я думаю, это больше даже полторушничка. По два, да? Да не, не по два. Не, наверное, все-таки чистый полторушничка. Какая желтенькая, хорошая. Вот вертушка, а? Давай ее взвесим сразу, потому что я уже... Давай, давай взвесим ее. Ну, блин, ну по виду... Ну да, полторушка. И что? И сколько? О, батя уже все, глаз сбился. Сколько? Кило 800. Кило 800? Ой, кило 150. Кило 150? Что-то вообще, глянь, я этот. Да ну она не... Он больше. Ну-ка. Здесь вообще кило 100 показывать. Как-то мало. Ну что-то да, вот я, честно говоря... Кило 100 это... Хотя подожди, сейчас может весы... Надо дома весы проверить, вдруг они сбились. Во, точно, они сбились, потому что я этот... Кило 340, да. Ну ближе к полтора по-любому. Что, давай фоткаться. Че-то я... Бойкая. Бойкая, да. Слушай, а у меня удочка же жесткая, да? Какую? Ну, довольно жесткая. А что ты хотел? Да ну просто она реально чувствовалась, как маленький шнурок. Не, ну ты прям вообще... Ну, я думаю, чуть посильнее, что ли. Ну, возможно, еще долго щупнила этот вопрос. Да, наверное. Ну что, выпускай. Чучечку. Только ее резко не бросай, и так опусти, чтобы она этот... Ну, ожила. А то, значит, перевернется пузом. Ну, значит, ожила. Ой, кто это там? За хвост ее поймал. Все, уплыла. Что, отлично, начало положено. Да. Решили с левым этой щуке помочь. Эй, куда ты? Дай. А! Блин. Пойдет с той стороны. Ну, она чуть не уплывает. Куда она делась? Все, уплыла. Не, ну, она, я жрюю, ее просто нужно перевернуть. У нее там что-то из-за этого... Она, возможно, облотку сейчас ударилась и перевернулась. И уплыла обратно. Ну, все, спасли еще. Пасли, да. А паузы на сколько часто вообще? На вертушке? Ну, вообще на вертушке паузы не делаются. Ну, с другой стороны, видишь... Наверное, раз в середину проводки. Ну, можно. Допустим, если ты знаешь, как они делаются. Вот ты ведешь вертушку, закинул куда-то на мель. Провел чуть, опустил на глубину. Провел чуть, опустил на глубину. Ну, чтобы она заглубилась. Да, а если ты ловишь конкретно на глубине уже, то смысла, наверное, их делать нет. Хотя, опять же, почему нет? Никто ж не регламентирует это. По идее, вертушку только равномеркой. Равномеркой. Обычную блесну равномеркой можно с поддерпием. Обычная блесна настолько вариативная приманка. Можно и твичить, и джиговать, и так, и так. То есть, вообще все проводки, ты не думаешь, думаешь. Ну, она... Главная задача блесны, это блеск в воде просто. Да нет, там игра, ритм, этот, как она нападение. Некоторые блесны нападения хорошо, некоторые в проводке. Там очень много нюансов. При всей простоте этой приманки, на самом деле, очень сложно и интересно. А вот с вертушкой, почему мне не нравится ловить, она, в принципе, достаточно простая. То есть, единственное, что ты можешь делать, это, когда ведешь, как бы, легкие рывочки со всем. Это просто ты сбиваешь с игры ее. Это иногда щуке нравится. Или стучишь по бланку, если вертушка небольшого веска. То есть, ты стукнул по бланку вот так вот, а вертушка сбилась с игры. Это иногда работает. Давайте, наверное, по новинке, наверное, попробую. Потому что накидался ратлином уже. Самая горячая новинка у меня в коробке сегодня. Если кто не знает, я вообще очень большой любитель воблеров. Говорю так потому, что канал, оказывается, каждый год развивается. Приходят новые люди. И некоторые совершенно не в курсе там каких-то увлечений. Вот я очень большой любитель воблеров. У меня их очень много. Как правило, это все фирменные японские. Но в последнее время, в принципе, обращаю внимание и на китайцев. Потому что китайцы стали весьма приличного качества. Надо это признать. Но не суть. В общем, у меня сегодня в руках горячейшая новинка японского воблера. Для меня очень долгожданное увеличение размера моей любимой приманки Хамсина от ZipBaits. То есть, теперь Хамсин это в 105-м размере. И теперь он весит, вот я даже подписал, 28,5 грамм. Это вообще, это такая колбаса. Не знаю, сегодня буду в него упираться однозначно. Посмотрим, может, что и поймается. Ну, я думаю, вы все видите же. Это конкретно прям щучий такой воблер. Прям вот для щуки и крючки. И все, вообще супер. Сейчас помакал немножко Хамсин в воду. И он так прилично тонет, я бы сказал. Вряд ли он успел воды напиться или что-то еще. Но так как-то да, не суспендер. Хотя вода еще не холодная. Не знаю. Я чуть думал, он более будет стабильный. С другой стороны, может быть такая задумка, почему нет. Суспендер это далеко не всегда значит, что воблер зависает. Он либо подсплывает, либо подстанывает. Сейчас посмотрим, какая для него... Ух ты, упористый, конечно. Возможно, для него будет одна из лучших проводок. Это равномерка. А возможно, как и для его младшего брата, вот такие вот тычочки. Хотя я бы поставил на равномерку почему-то. Вот, вот. Щука. Размер не пойму. Ну, так по ощущениям хорошо. По ощущениям хорошее. А не. Булин, а что? Даже меньше. Давид так. Удочка там мощная, а этот... Ну, ладно. Это грамм 300. Я, наверное, тоже давно щуку не ловил, что я такой впечатлительный сегодня. Не, ну реально, я там думал... Я думал, килограмм там не меньше. Ну, никак не вот это ни фигня такая. Решили с хлебом кардинально сменить место. Поплыть, попробовать в хвост. А потом, соответственно, уже поставим эхолот. И вернемся куда-то вот здесь еще. Тут много рельефа посмотрим. Или, может, поплыем в другое место. Здесь ничего не клюнуло больше. А по пути попьем чай. И у нас просто... Нет, чая мало. У нас сразу этот... Гора печенья, надо его съесть. Какие классные кружки вообще. Да. Кстати, вот порекламирую с вашего позволения кружки от компании Вилду. Вилду, да. Это шведская компания. Вообще замечательные вещи. Меня постоянно обвиняют в рекламе. Хотя много вещей, которые я показываю, покупаю за свои деньги. Просто потому, что они мне понравились. Меня даже вот недавно обвинили в том, что я рекламировал печенье Яшкина, что ли. Я Мирона кормил. Я вообще зашел в магазин, первопопавшийся взял. А мне там пишут. Фу, там Яшкина рекламируешь. Дожил. Я сначала даже не пойму, что за Яшкина. Думаю, Яшкина, что за Яшкина. Потом думаю, что-то знакомое. А потом уже дома пачку доставал Яшкина. Думаю, е-просто. Люди, ну что вы такие, а? Мне за вас стыдно бывает. Вот, тоже недавно купил. Просто нравились наборы. Еще посмотрел их у Андрея, который не любит колючих, мохнатых этих животных. Но они пользуются. Они туристы уже давно. О, и вот тоже супер просто. Удобно, компактно. Есть разного размера. Так что, кому надо, берите на вооружение. Ух, ёй, я тут чай. Походу, я переборщил. Он какой-то с жасмином, с женшень. Там, ду-пуэр. Там вообще столько названий. Да, я чувствую, мы сейчас прям нас вштырит. Не, я что-то переборщил реально, по-моему, с заваркой. Хотя, может, у него цвет такой. Пахнет он... Так. Ну, вообще, ничего, вкусно. Не, не переборщил, это он просто специфический такой. Не, ничего, так чай. Да. Давай печенючу в этот. Вот тоже печенье, просто купил. На. Просто потому, что захотелось такие. Ну, в следующий раз все бренды, ну, просто которые даже покупаем, наводинам заклеить. Да не хочу я заморачиваться. Это шутка. И на монтаже тоже. Не, ну, как на телевидении делают. Те бренды, которые там им не проплатили, они их замазывают. Не хочу я с этим заморачиваться. Да я им утрировал. И они тебе объясняют. Помимо нас, с тобой вокруг еще 300 тысяч зрителей почти. Ты думаешь, их к тебе обращаешь? Хе, эгоист. Касаемо новинок, у меня появились еще... Вы же знаете, да, что я люблю воблеры. Еще я очень люблю ратлины. Последние несколько лет увлекаюсь только ими. Две новинки. Вот такие вот ратлины от компании Макатсу. Сумасшедшие совсем. И они плавающие. Они вот как раз для мелководий. Одна из этих приманок более мелководная, другая, соответственно, менее мелководная. Я уже, правда, забыл, какая какая. Ну, по весу вот эта вот более мелководная. Глеб берет поппер, спрашивает, как его везти. Некоторые вещи невозможно, Глеб объяснить словами. Ставь поппер и веди. Глеб первый раз будет сейчас поперить. Ну-ка, побулькай. О-о-о-о. Получается. О-о-о, отлично. Нужно легонько-легонько. Легонько-легонько, да. Ну, разные попперы по-разному. Это хитрый поп, кажется, от Рапалы. И вот так вот совсем. Чем ближе к лодке, тем, соответственно, проводку надо менять. Потому что вдалеке проще. Я уже разобрался немного с поппером. Приманка прикольная. Ну, сама по себе. И самое главное, что легко определить как-то, ну, правильную проводку. Мне папа дал четкую, четкое руководство, что он должен булькать. Если булькает, значит, правильно веду, не булькает, неправильно. Я поставил себе немного другой поппер, у меня их два. Вот. И он, смотрите, при игре. Все, я должен булькать. Попробую продемонстрировать. Бульк, бульк. Обычно погромче, но вы, короче, поняли. Смотрите, какая у меня есть приманка. Не выключен электромотор. Вот такая вот штука замечательная. С крыльями. То ли имитация птицы, то ли имитация рыбы. Чисто поверхностная, очень медленная от фирмы Мегабас. Вот прямо, чтобы медленно-медленно ее вести. Ну, сейчас попробую. Равномеркой. Равномеркой, конечно же. Именно вот я же просто какое-то место такое обловить. Ух, какая. Массивная прям, конечно. Ну, посмотрим. Блин, она уже во что-то запуталась. Да епарасы. Начинаем с Глебом разведывательную миссию. Ставлю эхолот и плывем исследовать глубины. Так и команда Кусто, да? Что-что? Щуку? Большую? Она что? Ага. Прямо вот середины, да? Ну, отлично. Ща мы тоже попытаемся здесь найти эту ямку, которую я видел. О, тут прям, прям интересное что-то. Ну, че, кидай якорь, наверное. Вот здесь место нормальное можно проверить. Кидай якорь для плыва. Это, ребята, я так понимаю, бредним ловят. Раков? Ну, это, наверное, не знаю кого. Напишите в комментариях, что они вообще ловят это. Раков или рыбу, что ли? Здесь снова попробую какой-нибудь ратлин. Может быть, вибрейшник микро. Будет неплохо работать. А потом, наверное, попробую и воблером. Как раз здесь самое место для воблера. Есть. И хороший. Она на ратлин. Она на ратлин. Блин, ну тут точно хорошее. Сейчас опять щеткуручек. Руслан, счастливый человек. Может стоять на катамаране. Хотя, может быть, мы и будем скоро этого счастливого человека вытаскивать из воды. О-о-о-о. Есть. А, ну как моя примерно. Чуть меньше. Не, ну на 300 грамм точно. Ну, что, 3-я еще? Вот этого. Да. И первое нормальное. Рог. Ой, она что-то истекает. Кровища. Кровища? Да там в воде, по-моему, пикнула. Не должна, вроде ничего не повредилась. Блин, надо этих, если небольших щук, вот их можно взять. Таких? Да нет, таких нет. А мелких для того, чтобы этот... Таранта? Таранта, куда хочется. Щучья. Вот так вот. Отпустили, да? А? Да. А тебе нужна? Вот так вот. а ты а на свой не на другую рука соскользнула ну что снимай добряки да пока отпускаем а там может заберем какой-нибудь скушаем пока живут чё что щуку так я придал ей импульс генетическую энергию какую этот подумал сколь скоро уж я ловлю на мелкие приманки но в смысле всякие маленькие ратлины сделаю для них удочку переоснащиваю та которая у меня под окуня я сегодня брал ну мало ли щуку не будет клевать я думаю молку не уже сегодня не поплывем до поставлю соответственно металлический титановый поводок туда не недавно прислали кучу кучу поводков вот эта компания вин называется wire innovation разные титановые поводки производит я уже рыбалок 5 с ними наверно провел в целом молодцы продукция хорошая говорю еще с того даже той позиции что я сам раньше делал титановые поводки и в целом сделано хорошо почему придраться не могу поменьше взять я только взял наверно такие мощные они делают еще из проволоки обычные из вольфрам или еще из какой-то разные есть на втором канале наверно как наловлюсь уже это сделаю на них полноценный обзор вертушку не оправдала моих ожиданий поэтому поставил себе снова калибру и сейчас уже на нее попробую щуку поймать есть ул пока я тут это потяжками до лев как вести ритрат линга веди-ка ты его потяжками да ладно я сам мнение потяжками этот все молодец а вообще когда в армии письма приходит понос конверты складывать эти щук и буду по носу молодец молодец ты сегодня прям вообще мы немножко сегодня расстраиваем руслана надеюсь он не сильно там расстраивается вот рыбалка такой надо вот лодки два человек у одного клюет у другого нет ну да не ну это тоже как бы все все поймали все нормально давай доставать некоторые возмущаются что вот так щук не поднимаю ну во первых удилище позволяет это делать раз во вторых за такой мелкой щукой за подсаком тоже лезть не охота если честно поэтому если снасти позволяют почему не делать вообще американцы так делают они все время баса раз это я у них научился я люблю смотреть американские видео рыболовные потому что он свои то видео как бы я их сам снимаю ничего нового вроде как уже и не узнаешь американцев как бы интересно и снасти там и все да я очень люблю смотреть морскую рыбалку там конечно рыбины бывают прям тут же сам ну что глебус молодец да это это больше то же чем у меня ты сегодня поймал уже двух рыб больше чем у меня следующий ты удочку не сломай она конечно хорошая но такого кабана не выдержит к мне понравилось даже больше но она более такого строя магнитик он более жесткий ладно все выпускаем мы сегодня добряки да давай меня аккуратно мы еще живодер да не это знаешь когда ты щуку долго там мурыжишь она иногда вот это когда они свежие такие сразу такой опыт возможно не стану я проводил проводил на стоп-н-го ничего только начал делать потяжки бах на паузе же плюну да по моему я пока пробуй пробуй так что-то у меня поваление на паузе блин с этой щукой возился поводок потерял куда-то рыбалку уже очень да кому-то везет выключил камеру у себя зачем-то я опять поймал да ладно о маньяка на подрывы научил на свою голову ловит ратлинами ты заснял все ну заснял да я просто камень я снимал да да и выключила водку чтобы потом вставить без звука и поверх голоса и снял поклевку снимает для своего канала видео рассказывает уже как отец прямо тот йошел сонта по моему третий щука 33 облавливает облавливает руслан мы сегодня вдвоем молодому поколению проиграли на этой рыбалке я на тебе отыграю наконец такая килограммчик ну классический килограммовичок хочу что-нибудь из воблеров попробовать это хорошо но воблеры все равно я люблю больше сейчас буду пытаться ими управлять воблер я поставил новинку которая вот вышла буквально в этом году это рв мину от джекал без понятия насколько она уловистая и уловистая ли будет вообще но все четыре поймал бороду ну что как чувствуется чемпионом хорошо давай доставай трофейный сникерс надо было чашки не складывать вообще если мы их будем еще и пить и пить и пить и пить из них открой пожалуйста другое печенье с миндалем у него прямо открывают и шутку так я не знаю где ты хорошо не знаешь хорошо не знаешь крепче спишь как чувствуете чемпионом ну все гляб равномерка и орбит гляб ты че вообще творит слушай это это 4 нет ну села за это сколько килограмм трешка точно мило вобли прям она она шла за ним походе ушла атаковала села на самым физические поймал фактически да если бы у нас сейчас был с тобой рассаду сразу такой да да но он слита она у тебя уже под лодкой плюнула тут были на на мощную жалок только что под лодкой я не спел и поворот но ты вообще молоток он дает щучьи сын прям блин такие до вел такой прям умирающий провод вот видишь вот так вот щуку и ловишь подбираешь целый день подбираешь я вот твичу твичу самое главное что все щуки клюнули на разные прямо как видите за окном уже ночи а это значит что мы с глебом сегодня до самого победного конца на рыбалке три раза срывался дождь местами очень сильный но даже он не смог нас выгнать но но собственно говоря последние часа 3-4 никакие вообще просто да то есть после того вот этого экшена раздачи все мы рыбалка была чисто трудовой много забросов и никакого результата но тем не менее глеб сегодня всех сделал всех обловил он сегодня самый мега монстр наконец-то я его и поздравляю спасибо даю ему пожать в общем ладно надеюсь рыбалка вам понравилась когда с полезной ждем ваших комментов ну и до скорых встреч у нас начинается щучи щучий сезон щучи щежо все пока пока